Всем привет, Сергей из Флорида. Хочу рассказать довольно любопытную историю песни «Люблю я макароны». И итальянский композитор получил шиш с маслом за все года использования этой песни в русскоязычном варианте. Композитор Нина Рота очень популярный в Италии. Композитор и не только в Италии, в мире. Он написал музыку к фильму «Крестный отец». И в 1964 году эту песню исполнила популярная итальянская певица фамилия Паволони, мне кажется. После этого Юлий Ким позаимствовал мелодию. Это я так деликатно говорю. Юлий Ким – великолепный поэт. Очень талантливый, в отличие, например, от Дмитрия Быкова, который, по моему мнению, плохой поэт. Но это я отвлекаюсь от темы. В общем, Юлий Ким написал стихи на эту мелодию. Стихи ничего общего с оригинальным текстом итальянским не имели. В оригинальном тексте итальянском ни разу не использовалось слово «макароны». Но зато там 150 раз использовался слово «помидоры» и, по-моему, «помидорный суп». Там еще был. То есть тематика такая продуктовая. После этого Юлий Ким, как я понял, продал песню уже со своим текстом Эмилю Горовцу. Эмиль Горовец успешно ее пел много-много лет. Жил он в США. То есть, предположительно, итальянский композитор никак не мог дотянуться до Эмиля Горовца и попросить у него денежку. Эмиль Горовец умер в 2001 году, после чего, предположительно, эту песню начал исполнять Андрей Макаревич и сам Юлий Ким. А может быть, Ким всегда ее исполнял. Наверное, это зависит от его договора с Эмилем Горовцом. Если Горовец купил полностью эту песню, не оставив Киму право ее исполнения. Ну, в общем, вот такая вот довольно интересная судьба. Еще Юлий Ким упомянул, что был польский перевод итальянского текста. Хотя, я видел английский перевод. Вот, там ни разу слова макароны не было. Вот, а Юлий Ким сказал, что в польском переводе он одну строчку запомнил про макароны. Вот и на этом все. Поэтому последовательность, как я понимаю, была такая. Нина Рота, певица Повалоне, Юлий Ким, Эмиль Горовец. Ну, а также Юлий Ким, когда начал ее петь, или он все время пел, неизвестно. И неизвестно, когда ее начал петь Андрей Макаревич. Все пока, всем удачи. Песня очень интересная. И Юлию Киму мое почтение за прекрасные стихи к этой песне и ко всем остальным песням. Блестящий поэт. Мне кажется, ему кинут любую тему. И через 10-15 минут будет готова песня на любую тему. Вот такой вот у него талант. Все пока, всем удачи. Более детальное описание я внизу экрана сделаю по фамилиям, фамилию композитора, фамилию исполнительницы. Пока.